Приветствую вас, друзья! Меня зовут Евгений Додолев. В эфире программа «Золотая рыбка». И впервые у нас в студии «Матрос». Матрос-певец Валерий Еременко. Приветствую вас, Валерий. В Википедии прочитал, что вы творческий путь начинали как певец-матрос или матрос-певец. 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 Поподробнее, пожалуйста. Вы знаете, я много об этом рассказывал, но об этом можно еще раз рассказать. Так сложилось в моей жизни, что, родившись в городе Герой Севастополя, я вернулся в него после 10 класса, отучившись 9 месяцев в Днепропетровском театральном училище. По наставлению моего педагога, которого буду всегда помнить и благодарить его за то, что он меня просто выкинул с курса, он говорил, что лучше отсюда уйдут. А я был старостой курсом, мне давали отсрочку, он говорил, нет, беги отсюда, если хочешь быть артистом, давай заканчивай либо Москву, либо Питер, либо Киев. Вот как бы это вот три столицы где-то, а здесь тебе делать нечего. И посоветовал, говорит, пойди в ансамбль Черноморского флота, песни и пляски, сдавай экзамен, тебя явно возьмут. И так я и сделал. Я приехал в свой же город, сдал, как сейчас говорят, кастинг прошел, тогда мы еще не знали о существовании кастинга, просто сдали экзамен и меня приняли. И я два года своей жизни прослужил в ансамбле песни и пляски Черноморского флота, и поэтому в военном билете у меня есть такая графа, воинская специальность, матрос-певец. А, то есть это совершенно официально? Да, это официально, да. И поэтому, когда я демобилизовывался, а демобилизовывался я в Днепропетровске, то есть я приехал получить свой, я должен был приехать с военным билетом, чтобы получить свой паспорт. И я приехал по гражданке, когда меня увидели в военкомате, сказали, ты что, а кто, откуда, это, ты что, морпех, что ты себя так введешь там, что за воинская специальность? Я говорю, прочтите, а то они, матрос-певец, у них был шок, что такое существует. И я так горжусь, это такая редкость. Да, я тоже был удивлен. Это совсем не шутка, это действительно два года. А матрос-певец хоть раз был в море? Вы знаете, конечно, у нас был, я такой серьезный был такой, ну не круиз, это неправильно сказал, поход, военный поход на настоящем крейсере. В день военно-морского флота мы должны были в Варне нашей дружественной, в Болгарии, да, давать этот концерт на стадионе. И я помню, вот мы на настоящем тогда, для нас это было, конечно, очень экзотично, для сухопутных. Нас называли вообще комнатные матросы, настоящие матросы, они говорили, ну, комнатные матросы. Ну, на самом деле, да, я приходил домой, сбрасывал с себя эту форму и надевал свои джинсы, и шел спокойно, не переживая, гулять. У меня еще удостоверение, я сохранил, что я этот самый студент Днепропетровского театрального училища, поэтому на случай того, что если бы меня остановил патруль, я бы мог бы... Ну, это считалось нарушением дисциплинарным, то есть это самоволка, да? Да вы что? Нет, не самоволка, просто... Нет, вообще-то, откуда тогда у тебя одежда? Ну, это серьезная история, там, на гауптвахта это точно была бы. Ну, как-то никогда... Мы уже были тертые калачи такие, артисты все-таки... Да, судьба Валерия хранила, понятно. А какой был репертуар у этого ансамбля? Мое первое посещение Москвы было именно во время службы ансамбля песни и пляски Черноморского флота. Мы приезжали сюда на конкурс военно-морских ансамблей и заняли первое место. И с тех времен, я говорю, я лауреат премии Ленинского комсомола, так звучит красиво, в Театре Советской Армии на этой огромной сцене мы тогда победили. И если говорить о репертуаре, помимо, естественно, каких-то таких песен, как «От съезда к съезду», легендарный «Севастополь», патриотических песен, мы пели вот на конкурсе непосредственно и произвели фурор. Хор из Бориса Годунова, мужской хор. Мужской хор из Верди, «Буря», акапеллу Эрне Сакса. То есть наш хормейстер, царство ему небесное, Олег Шерстюк, это уникальный был человек, который вот мне лично настолько помог в плане музыки. И я потом уже, когда учился в ГИТИСе, я так случилось, что вот если я вам покажу свой диплом ГИТИСа, у меня нет там вокала. Потому что когда я пришел первый раз на вокал, я увидел этого педагога по вокалу. Не буду в подробности, второй раз пришел, посмотрел и сказал, что вы знаете, я служил в ансамбле песни-пляски Черноморского флота. И я не хочу как бы то, чему меня научили, вот так вот взять и выплюнуть сюда. Я считаю, что это не педагог, я ходить к нему не буду. И со мной подписались еще один. В общем, никто не ходил к этому педагогу. В итоге я человек, который до сих пор является актером, который поет, который часто выступает именно в этом жанре. Не хватило того замечательного, скажем, обучения, чем обучение в ГИТИСе неизвестно кого. Так что два года в ансамбле Черноморского флота такого потрясающего хорместера они не прошли даром. А петь вы начали с какого возраста, когда вы помните себя поющим? Ну, наверное, как родился, так и запел. Ну, это понятно, как... Да, да. Ну, все-таки так вот. Вы стоите, я вам скажу. Моя мама и папа, вот их уже нет сейчас в живых. Но я даже голоса их тембры вот слышу так внутри себя. Потому что у нас вообще вся семья пела. И бабушка, и дедушка. И я представитель того прекрасного поколения, когда не было интернета, когда люди сидели. Вот у нас в Севастополе были такие посиделки, когда приходили гости, там соседи. Это дом и огромный такой палисадник, виноградом увита, розы. И все сидят, поют песни застольные один за другим. Это вот такой нон-стоп. Ну, дедушка рыбак, поэтому рыба, здесь же коптильно стояла. Коптили рыбу, бабушка потрясающе готовила. И все пели, все пели. И я с тех пор, для меня это было нормально, чтобы не просто, ах, встать на табуретку и спеть. Нет, это такое... Мы даже играли в игру такую с мамой долгое время. Не разговаривали просто так, а пели. Мама, здравствуй, родная, что сынок тебе? Ну, то есть вот это, знаете, это так здорово, когда вот просто люди поют себе. И в пении есть прекрасный момент такой, ну, любой психотерапевт скажет, что человек, который поет, он, это же тоже своего рода мантра. И когда ты еще маленький, когда ты юный, когда ты еще не успел получить вот эти комплексы взрослые, ты волей-неволей излучаешь добро. И так как мое детство в Севастополе прошло, вот я помню, закрытая зона, отец-сверсрочник, мама вот так выпустит меня и знает, что я никуда не пропаду. И дальше КПП я не уйду. И нет никаких мальчиков, девочек, которые там смеялись бы, говорили, вот он больной там, что он с травками разговаривает, с жучками, с червячками. И я вот с бабочками разговаривал, там с морем говорил, пел. То есть вот этот момент гармоничного вплетения в мою речь музыки, оно началось очень давно. И потом уже музыкальная школа, потом уже Дворец пионеров. И мне повезло, что я пришел во Дворец пионеров. Недавно мы праздновали, в Севастополе был грандиозный такой праздник. У нас просто, вот знаете, вот бывает у тебя Борис Миронов, это бренд такой вот звучит. И для моего поколения, людей, которым уже там 60, за 60, они понимают, о ком идет речь. Человек, которого так мальчишек, девчонок собирал и во Дворце пионеров организовывал ансамбль «Юность». И вот мы, меня даже горком комсомола освобождал от картошки, нет, тогда не картошки, а от винограда. И вот я, допустим, с классом не ездил собирать виноград, а я ездил с ансамблем «Юность» в пионерский лагерь «Ласпи». И вот этот наш педагог, он тоже нам привил, помимо тех песен, которые мы пели тогда, «Я, ты, он, она, вместе, дружная семья», были еще другие лирические песни, которые мы пели, как-то называлось, массовка, массовка в пионерском лагере. Поэтому как-то вот мне везло на каких-то людей, которые мне помогли открыть в себе вот эту свободу музыкальную. Вот Борис Миронов, с одной стороны, а потом Олег Шерстюк, хоремейстер, о котором я говорил. И этим людям я так благодарен, потому что те недостатки, которые были в других, я их компенсировал. Я же вспоминал, что вот у меня были эти еще люди. Поэтому это такой багаж, который остался со мной на сегодня. Вы когда сказали, что вот не было интернета в то время, я вспомнил, что смотрел перед нашей встречей ваш телеграм-канал. И там в ноябре анонсирован спектакль, правильно это спектакль? Это мюзик «Иисус Христос суперзвезда». Как правильно сказать? Это шоу? Нет, это рок-опера. Это рок-опера. Я так понимаю, что вы уже более 30 лет исполняете «Иуду Искариота». 33 года. Это ведь самая сложная, по-моему, партия? Или у Иисуса то, что в оригинале Ян Гилланд исполнял, это сложнее? Нет, нет, понимаете, как бы их трудно... Я, например, не пою арию Иисуса по той причине, что у меня нет этих нот. Там высоко, да? Там еще выше. Иуда... Дело даже не в степени сложности. Я просто изначально, когда в 90-м году мы вышли на сцену, конечно, у меня были очень большие такие сомнения и комплексы вот этих... Вот тебе... Я из категории, наверное, тех... Да не, наверное, точно. У меня всегда занижена была самооценка. И я деликатно уходил в сторону, потому что мне казалось, ну как так вот я? Ну вот другой, наверное... Я трудился, работал. Я на сегодняшний день только научился говорить честно. Вы знаете, лучше меня это никто не сделает. А раньше даже формулировка таких слов для меня, ну как бы, это было невозможно. И тогда, на тот момент, мне все время казалось, что существует кто-то другой, наверное, который лучше поет. Но просто он не работает в театре Моссовета. Конечно, из тех актеров, которые были в театре на тот период, наш Палосич Хомский, режиссер, который все это затеял, он говорил, у меня есть три исполнителя. Иисус, Магдалина и Иуда. И вот все остальные доберутся, понимаете? И тогда на базе вот этих как бы трех главных исполнителей все остальные уже приложились. На сегодняшний день, 22 октября, мы праздновали 33-летие. И был такой спектакль, где все составы нынешние встречались. Мне не нравится, честно говоря, это. Для меня это спектакль-аттракцион. Вот когда все составы выходят. Я люблю, вот сегодня я, Иуда. Вот я сегодня царь и бог. А завтра другой Иуда. Ну, это меня вообще не касается. Играй как хочешь. Поэтому для меня очень важно, как для театрального актера, начинать спектакль и заканчивать его. И каким я начинаю и каким я заканчиваю, это совсем разные люди и совсем другое состояние. Поэтому для меня важно в течение этого... Это не как кино. Давайте сначала снимем финал, а теперь нет. Есть момент прожить вот этот период времени. Прожить его настолько, насколько ты чувствуешь на сегодняшний день свои силы, свой посыл. Потому что спектакль спектаклю рознь. Иногда я иду на спектакль с какой-то очень значимой для себя задачей и выполняю ее. Или не выполняю, но стараюсь ее выполнить. А иногда я просто как бы... Бывают такие спектакли, когда ты плохо себя чувствуешь. Но ты не можешь отменить, и ты преодолеваешь. Вот это, конечно, зрителю-то не объяснишь, что у человека со связками проблема, или у него температура. Он смотрит спектакль, ему либо нравится, либо не нравится. Поэтому это вот такая серьезная тема для меня. Держать себя в той форме, которая позволяет тебе еще выходить на сыну. Именно в спектакле «Иисус Христос. Суперзвезда». Потому что в свои 62 года мне это делать с каждым годом все сложнее и сложнее. В физическом плане. В физическом. А на ментальном уровне, мне кажется, что я на сегодняшний день это делаю правильнее, значительнее и осознаннее, чем я это делал в молодости. Когда в большей степени уходило на то, как, а не что. Ну, всему свое время. А вы вот видели этот музыкальный фильм «Джизус Христос»? Конечно. И не один. А вы видели его до того, как вы исполнили арию, или уже после? Я сначала услышал, винил, естественно, когда я был в 10-м классе. Один из моих одноклассников это я услышал. И я тогда это принял очень вот как-то осторожно. Почему? Я вам скажу, у меня есть такой момент. Я вот и Нотр-Дам вот так вот стреляю. У меня срабатывал всегда момент защиты такой. Я же понимаю, что это никогда не будет со мной. И поэтому я постараюсь не влюбиться в это. Для того, чтобы потом я не страдал. Это такая степень защиты была. Потом я увидел, когда я получил эту роль, естественно, я посмотрел фильм, тот фильм. Тоже было задачей тем, что... Но у меня уже выбора не было. Я уже понимал, что я буду играть это. Естественно, я посмотрел, с чем-то я согласен был, с чем-то... Конечно, для меня это казалось, что это инопланетяне все. Но я сумел адаптироваться по той причине, что у нас был очень хороший перевод. И Ярослав Кеслер, который вот совсем недавно ушел из этой жизни, он, конечно, подарил нам слово. Это слово помогло мне как актеру. Я в этом спектакле... Вот видите, не в рок-опере, в этом спектакле. Я в первую очередь актер. И я на сегодняшний день, после... Особенно там в моей жизни был такой период, когда некое хирургическое вмешательство убрало вот тот фальцет мощный. У меня был очень мощный фальцет. Но так сложилось, что я был лишен этого фальцета. И какое-то время у меня вообще голос изменился. Я даже, по-моему, полгода я вообще не пел эту рок-оперу. Чувствовал, что все, надо уходить, потому что... А потом постепенно восстановилось. Но все равно у меня нет сейчас того мощного фальцета, который был раньше. И я в данном случае понимаю, что вся моя, как молодежь говорит, фишка в том, чтобы музыкально прожить той правдой актера, которая сможет сгладить мои вокальные, ну, скажем так, шероховатости или недостатки. И я на сегодняшний день, мне это интереснее и ценнее видеть актера, который владеет как-то музыкальной какой-то мыслью, чем певца, который поет ноты и вообще не понимает, что он делает. Я иногда задаю вопрос певцам так и понимаю, что они поют звуки, отдельные слова, которые не складываются в мыслеформы. И поэтому часто актер выигрывает в плане профессионального певца, который учится извлекать звук. Но не каждый певец может донести мысль. И вот на сегодняшний день я отдаю себе отчет, что я актер, которому вот так Бог послал такую роль вместе с Полотичем Холмским. И я пытаюсь донести мысль, суть в форме музыкальной. Это вот как бы сугубо профессиональный аспект. А есть еще ведь и аспект нравственный, потому что у Эндрю Ллойд Бебера, вернее сказать, у Тима Райса, у автора либретта, там ведь вы, по мне, самые сильные арии, это я не хочу твоих кровавых денег, а I want your blood money, что Иуда Искариот предает своего друга и учителя для того, чтобы не подставить свой народ под римские репрессии, а не за, как принято говорить, за бабло, не за 30 серебряников. Это немножко трактовка отличается от библейской, от оригинала. Вас это не смущало никогда? Вот есть каноническое прочтение. У нас не каноническое. В моем прочтении и в этом спектакле Иуда – это пьедестал для Иисуса. Не будь Иуды, неизвестно, как бы дальше сияла бы звезда Иисуса. Это лучший ученик. Здесь в большей степени тема, как бы если копать вот так дальше, там Леонида Андреева, если мы будем вспоминать. Это своего рода, это лучший ученик, на которого ложится эта страшная, безумная степень ответственности. Вот это страшные слова. Я буду проклят во веки на веков. Мне говорят, Валера, ты вообще не боишься на протяжении стольких лет говорить? Повторять как мать. Во-первых, я никогда себя не ставил вот «я и Уда». Нет, я Валерий Еременко, которому дана возможность сейчас быть вот… Ну, как будто я транслирую какую-то мысль через себя, как проводник. И только лучший друг может своему другу вот подойти, поцеловать его и стать, скажем, осознавать, что он будет дальше жертва. Для всех остальных он будет изгоем. И вот эту жертву он принимает. И я это делаю на протяжении уже многих лет с уверенностью, что Иуда продает Иисуса не за те деньги, которые… А потом раскаивается и кидает деньги обратно. Нет. У нас совсем другая… У меня, во всяком случае, другая мотивация. Поэтому я всегда своего Иуду защищаю. Мне его жалко, как человека, который испытывает безумные какие-то эмоции, которые сваливаются именно на этого человека. Потом не забывайте, Иисус – это человек, Бог, а Иуда – это человек. И не каждый человек может выдержать вот такую степень ответственности, ответственности, которую он на себя взял. В данном случае Иуда не справляется и надевает на себя эту петлю. То есть там же в вашем телеграм-канале прочитал про премьеру бременских музыкантов. Расскажите поподробнее. Все-таки там достаточно лаконично изложено все. Да, вы знаете, я тут пошутил как-то, говорю, ну вот, скатился до эпизодов. До эпизодов, но это вот есть в жизни эпизоды, от которых очень трудно отказаться. И наконец-то в Театре Моссовета появился детский спектакль. Я потратил очень много времени на вот этот вот маленький, у меня получается один дивертисмен музыкальный, и дальше еще маленькая сцена с королем, и сцена, как наш гениальный сыщик переодевается в нищенку. Я тут же понял, что у меня нищенка должна быть с дредами. И я сидел сам, плел эти дреды, когда учил текст. Это очень важный момент, что, ну, я же не студент какой-то, а уже взрослый артист, прошедший много чего. Но когда я учил текст, там говорил, и вот плел эти дреды, и как надо мной смеялись сначала, говорят, смотрите, это наша Белошвейка. Я заказал себе ипполет, но понял, что этот ипполет как бы не соответствует моим нормам. А так как я во втором акте, во время репетиции, я взял бисер, стеклярус, и сам делал этот вот, вышел какую-то перчатку свою а-ля Майкла Джексона стеклярусом. Я к тому, что я настолько завелся этой ролью, что вложил в нее не только мысль, я внес ее свой труд. И теперь Бахрушинский музей должен точно купить либо дреды, либо, ну, не купить, естественно. Я к тому, что, знаете, я так радостно об этом говорю, когда ты выпускаешь премьеру, и так, ой, неизвестно, что получится. Я был уверен, что будет музыкальная бомба для нас, для Моссоветовцев, потому что, к сожалению, выросло целое поколение детей, которые не знают, что такое театр Моссовета. Они знают, что есть театр Терезы Дуровой, они знают, что есть театр Рампт есть, Тюз. Они знают, что есть театр Моссовета, потому что сказки нет. А тут появилась сказка, сейчас у нас все билеты проданы, сейчас нужно записываться в очередь, чтобы получить. Это так радостно. Вот вы упомянули поколение, которое не знает театр Моссовета. А, допустим, ваши сыновья видели мультфильм советский, бременские музыканты? Ну, по-моему, нет у нас ни одного. Я не знаю. Ша, чтобы не знают. Конечно, знают. Не то, что видели, наизусть знают. Понимаете, я вот, Энтин, вот у нас была премьера, пришел Энтин. И вот он встал, весь зал встал, а мы в это время на сцене. И он, вот он такой родной, такой близкий. Я всегда, когда с ним общался, я не чувствовал возрастного какого-то, это Энтин, нет. Вот это Энтин на уровне малыша в песочнице. И ты вместе с ним играешь. Мудрый старик, в котором сохранился ребенок. И для меня, вот, если вы спросите, каким бы я хотел бы видеть себя стариком, вот это вот, хотел бы приблизиться до этого уровня. Восприятие жизни, восприятие себя в пространстве. Как он говорит с людьми взрослыми, как он с малышами говорит. Когда-то мне, нас связывала история, фестиваль Орленок был такой, в визуальных искусствах. И вот там он, он мне подарил тогда папури на свои песни. Я когда выхожу и их пою, я говорю, это вот папури, которые вы сейчас, вы все знаете эти песни. Поэтому глупо будет не подпевать. И эти песни, которые создал человек, вот это дело, но они действительно гениальные. Да еще там композиторы, конечно, были шикарные. Поэтому вот этот багаж, я не знаю, как сложится судьба моих детей, но я знаю точно, что вот эти песни многие, они останутся. Это классика. Это тот спектакль, на который дети с удовольствием идут, уже зная, что будет, ну, за исключением каких-то там нюансов, прочтения. И сидят, подпевают. Это так приятно вообще, когда ты находишься на сцене. И они говорят, ну, как дети. Ой, это сыщик, я знаю, понимаете. Вы упомянули, что Степан Валерьевич поет. А старший тоже у вас увлекается? Ну, мой увлекается уже, моему старшему 16 лет. Это уже как бы возраст, скажем, того же Ромео. Поэтому уже совсем взрослый человек. Совсем недавно у него премьера была. И сейчас идет фильм на платформе, существует «Плакса». «Плакса» — очень такой серьезный сериал, в котором он тоже принимал участие. И я был свидетелем того, как он ответственно относился к съемкам, как он сам летел в Сочи, где были съемки, какое удовольствие он получал от съемок, как он приезжал и в захлеб рассказывал о той команде чудесной, о тех людях, которые его окружали. Это, конечно, по большому счету, я ему завидую, как человеку, у которого в его 15 лет произошло уже это чудо. Потому что у меня этого не было. А вот вы себя в 15 лет помните? У вас те же самые пристрастия были музыкальные и в кино, что и сейчас. Вы сохранили любовь к тем же фильмам, которые вы тогда смотрели? Или у вас произошло какое-то развитие? Нет, ну, вы не забывайте, что вот я школу заканчивал в 79-й год. Что можно в 79-м году было? Ну, естественно, видеть наши советские фильмы. Польский кинематограф тогда появился. Индийский. Бывали в фильмах. Это особая история. Перед вами человек, который до сих пор иногда по кадрам может рассказать про индийский кинематограф. По той причине, что одна из моих бабушек, бабушка Стеша, в честь кого я уже Степана называл, как Степан, Степанида, она меня брала за руку, стакан, не стакан, не стакан, кулек, 7 очек, и мы шли с ней смотреть на открытой, под крымскими звездами, такая площадка. И вот мы смотрели индийский фильм. Я до сих пор помню. Хамрас, Анупама, Золотые серьги, Бродяг. Чего я только не посмотрел. По три, по пять раз. Один и тот же фильм. И я уже знал, чем это закончится. И когда меня привели, по-моему, я был в первом классе, да, в первом классе, меня привели в балет. Я пришел, мне говорят, ну, мальчик, танцуй. И я затанцал. Какой-то индийский танец, потому что я видел это только... Ну, моя карьера балетного, она закончилась быстро, там месяц я походил, и потом из десяти мальчиков нас потом стало пять, потом три, потом два, потом я пришел и сказал, я не хочу, они обзываются, что я девчоночек. Ну, в общем, и я не стал этим балетным. Но индийский киноматограф помню. Так вот, по поводу пристрастий. И потом, когда я уже, ну, как бы попал в Москву, я вдруг открыл для себя режиссеров настоящих. Я открыл для себя Тарковского. Я помню, когда я увидел мой друг Иван Лапшин, я был в потрясении. Ну, а потом уже пошли кассеты, когда можно было заплатить там небольшую сумму и тайно в комнате прийти, как это у нас было время, по пять, по шесть человек, можно было посмотреть тот фильм, о котором было страшно даже упомянуть, понимаете. И вот это время, оно, каждое время диктует. Это сейчас мы можем нажать пальцем и тебе могут показать тот фильм, за который раньше могли посадить. Вот эта степень свободы, она с одной стороны, она прекрасна. А с другой стороны, вот этот запретного плода практически не существует. Ты можешь посмотреть все, что угодно. У меня вон ребенок говорит, ой, я поклонник Тима Бертона, понимаете. А я о Тиме Бертоне узнал уже, будучи взрослым дядькой. А он в 16, ну, в свои там 14, там 16 лет, он уже, он знает, пересмотрел там это, 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 это. Поэтому, конечно, я по большому счету, с одной стороны, я завидую этому новому поколению, с другой стороны, мне есть, что им предложить альтернативно. Альтернативно, говоря о том, что можно быть счастливым иногда, даже без компьютера. И перед вами тот человек, который проходил эту историю. Про вашу работу на телевидении хотел бы поговорить. Это вас туда, условно говоря, занесло? Занесло. А, занесло. Занесло, да. Моя работа на телевидении была, это вот, я уже работал в театре Моссовета, и возникла история вот эта, кто во что гораст. Я просто ходил, случайно у нас была какая-то передача, нас пригласили, там был Александр Домогаров, Маргарита Шубина, я и Марьяни, Марьянина. И вот мы как-то участвовали в этой передаче, и люди увидели, как мы здорово это делаем, и мне предложили, говорят, а ты не хочешь быть ведущим? Короче говоря, как-то даже и кастинга особого не было, как-то на меня этот сбросили, и я тогда почувствовал вот эту прелесть. Нет, сначала у меня была шоковая терапия, потому что режиссер, который должен был все это брать, он мне говорит, я говорю, а что я буду делать? А у меня остается несколько дней до съемок. Он говорит, ну как, вот что хоть что идет? Вот это вот, что, как что, а там подводки какие-то, и я, и первая передача, первый блок, у меня был вот шоковый, когда я из пальца высасывал что-то, потом я уволил режиссера. А у вас была такая власть, сменить решетку? А так получилось, понимаете, так получилось, что на одной из, когда уже пошел другой какой-то, режиссер на что-то обиделся, взял часы, его так грохнул и ушел. И я остался один. Я не знаю, откуда оно что взялось, а я понимаю, что если я не запишу сейчас блок, я, извините, не получу тот гонорар, на который я очень рассчитывал, и деньги, уже потрачены. И я вот так вдруг сказал, значит так, слушайте внимательно, вот эта камера, вот это так, вот это, и откуда оно взялось, я не знаю. Может быть, потому что сработала та бомба замедленного действия, все-таки я учился на режиссерском факультете, понимаете. Я в одну секунду как-то распределил, а дальше произошло, когда на следующий день я стал снимать, я думаю, что ж мы как-то по старинке снимаем, а ну-ка, а давайте подводку, давайте вот вы идите за мной, у меня даже был случай, когда я заходил в театр Моссовета, я оператору говорю, смотри, я сейчас прохожу, ты вот за мной, я беру кепку, снимаю, кидаю ее, ты вот сразу же фокусируешься на кепке, она пару раз прокрутится, и ты сразу же на меня, чтобы было видно. И дальше идем, он говорит, подожди, стоп, одним кадром? Я говорю, да. Он говорит, и что ты вот так бросишь, и она два раза прокрутится? Да, я говорю, смотри, я прохожу, кидаю, на два раза прокрутилось, потом 10 дублей делали, не получалось уже, понимаете? Это я к тому, что я вдруг стал, подводки, они стали более пластичные, я включил в себе режиссера, помимо того, что я был ведущей этой истории. И мне долгое время эта история нравилась, а потом оно как бы изжило себя, как передача часто, пых-пых, и ушла. И то все равно кто-то меня иногда идентифицирует с этим длинноволосым каким-то непонятным человеком, который там прыгал, бегал, веселился. А вот это включение режиссерского, оно актеру, Валерия, не мешает? То, что в вас живет вот режиссер, и есть это образование, оно... Оно меня спасает. Я на сегодняшний день могу работать с кем угодно. Конечно, здорово, когда у тебя есть гений или там режиссер, который тебе помогает. Но часто бывает так, что тебе особый режиссер может и не дать ничего. И ты можешь... Я научился деликатно подталкивать режиссера к той идее, которую я хочу... Потому что есть режиссер, если ты ему предложишь, скажешь, давайте вот так, он скажет, что? Идите, делайте свой спектакль. Поэтому, мне безразлично, что там в программке будет написано. Вот этот кусочек придумал Еременко или режиссер. Мне нужно, чтобы это было. Поэтому я научился уже, например, кому-нибудь из режиссеров, говорю, помните, вы мне говорили, что вот это так-то это... И режиссер говорит, да, помню. Для него очень важно, что это он это сделал. А мне это не важно, что это он или я. Поэтому это мне помогает. И только лишь когда вот я делал спектакль как режиссер и играл главную роль в нем, вот это было очень сложно. Потому что, когда я играл роль, во мне режиссер мешал, потому что я следил за своей партнершей, партнерным, и еще пытался... В общем, я вышел в прогоны и понял, что у меня роли нет, у них все сделано. А вот я как-то последний момент с собой занимался. Вот в таких моментах это мешает. Но на самом деле я благодарен, вот я говорил, что Днепропетровский человек, который меня вот так вот... Он нас... Виталий Иннокенчий Ковалевский, он нас воспитывал через режиссер. Он тогда, в 79-80-м году, мне тогда говорил, что актер не должен быть глупым. Он должен точно... Мы экспликации писали для своих отрывков, понимаете? Еще пацаны, которые там... Кто-то был после 8-го класса, я был после 10-го класса. Экспликации писали, понимаете? И он говорил, что мысль... Вот актер... Вот я запомнил, для меня актер здесь. Не в носике, не в глазках там. Вот здесь. Есть у тебя здесь? Тогда будут мыслеформы. Нет? Ты будешь жалкой куклой в руках режиссера. Ну дай бог, если он гений, он тебя выстроит, и ты будешь... Но это, по-моему, так неинтересно, если ты просто лишь какая-то краска или пластилин. Ты же должен тоже иметь какой-то каркас. Пусть не стальной, но хотя бы пластиковый, чтобы он мог гнуться. Но если нет каркаса этого внутреннего, то это скучно, неинтересно. Мне кажется, актер он должен быть в наше время все-таки мыслителем. Иначе он всего лишь манекен. Ну, мне кажется, этот тезис не понравится большинству режиссеров. Почему? Ну, потому что режиссер исходит из того, что актер должен быть пластилином. он... Это должен быть материалом. Я ничего не нарушаю. А мыслящий пластилин это... Мыслящий пластилин это пластилин, который может... Вы знаете, есть такие... Конечно, ну, есть категория режиссеров, кто... Кому-то нравится вопрос, а что я здесь делаю, а кому-то не нравится. Если я чувствую, что режиссера это раздражает, и он не может мне, допустим, объяснить мое исходное событие, которое для меня очень важно, и что я тут делаю, я придумаю себе свою историю, иначе мне самому непонятно. Я потом повторить это не смогу, потому что я могу сделать 10 вариантов, какой из них главный, правильный. Но умение на сегодняшний день... Вот в чем... Если вы мне зададите вопрос, за что я могу уважать, например, актера Валерия Еременко, он очень отличается от того Валерия Еременко, которому повезло после института прийти вот так вот в Театр Моссовета и оказаться на большой сцене в паническом страхе. Я, ну, пару сезонов я провел в паническом страхе. Мне все время казалось, что все видят, что я бездарный, все видят, что я ужасен, что я должен уйти отсюда, потому что я не был... На сегодняшний день вот эта степень уверенности не потому что, ах, какой я крутой, а потому что я точно знаю, чего я хочу. И если я раньше хотел что-то донести, но стеснялся об этом сказать, или как... На сегодняшний день я не выйду, пока я не выясню. Я сначала здесь с вами решу эту историю, а потом мы корабль пустим уже в плавание. Потому что вот есть ошибка молодости, когда ты... А, ну, может, как-то получится. А, ну, может, это получится сегодня, а завтра, послезавтра не получится, потому что ты не знаешь, на какие рычаги нажимать. Вот для меня на сегодняшний день очень важно договориться с режиссером, с постановщиком света, с звуковыми, потому что сейчас вот мы перешли, допустим, в историю там микрофонов. Вот у меня в Гамлете я играю Полония. Я сначала как-то так эти микрофоны воспринял. Думаю, ну, что ж я... Голоса у меня не хватит. Но вот этот кинематографический язык, я могу вот так вот разговаривать. Я понимаю, что этот микрофон сейчас какие-то обертоны хватает. Я понимаю, вот эта история психоделики, она возможна на таком уровне. Я могу сделать, быть ближе зрителю, чем если бы я бы до последнего ряда туда бы кричал. Мы живем в такое время, что нельзя говорить. Вы знаете, в 79-м году было так. Было. Ушло. Сейчас по-другому. И для того, чтобы ты был интересен многим и молодым людям, нужно тоже понимать, что им интересно. И вот эта степень с одной стороны свободы, а с другой стороны жажда еще чему-то научиться, потому что очень мало осталось времени. Если ты понимаешь, что тебе сегодня 62, то через какое-то время ты будешь уже понимать, что ты не сможешь это сделать, не сможешь это сделать. И пока ты еще хоть как-то что-то можешь, это же так интересно. Но это в том случае, если ты живешь этой профессией, если тебе это твой образ жизни. А так сложилось, что слава богу, мне это до сих пор нравится. И мне говорят, смог бы ты поменять бы. А кстати, есть одна профессия, которая вот, я говорил, соблазн такой существовал, с телевидением связан. Вот если бы кабы мне кто-то бы там из руководства телевидения доверил бы передачу снимать по миру, я бы наверное бы с горем пополам как-то я бы сказал да. Ну дайте мне тогда образы правления, потому что я точно знаю, как вот сделать передачу, чтобы вот, чтобы ездить, чтобы видеть людей, потому что тоже понимаешь, что ты не успел ни там побывать, ни там, не только лишь потому, что ты должен это увидеть, а хочется очень почувствовать людей, язык, какой-то вот другой менталитет, воздухом другим подышать, и все это в художественной форме передать через экран людям, и задать правильные вопросы, и быть деликатным слушателем, каким сегодня являетесь вы, я не дал вам наверное задать все вопросы. Нет, мне было очень интересно, и кстати, вот насчет передачи у нас по формату, гость просит у нашего золотого рыба исполнить какое-то желание, вы можете обратиться к нему и попросить то, что я уже сказал, конечно, такую передачу. Да, с удовольствием. Пожалуйста, вас ждут. Рыбка золотая, если ты настоящая, то я хочу тебя попросить сделать так, чтобы лично в моей жизни возникло такое предложение, от которого я не мог отказаться, и оно может быть связано и с телевидением, и с кинематографом, и может быть связано с театром, но оно должно быть такое, что только от одного предложения я мог бы заплакать, встать вот туда и сказать, господи, ты меня услышал. Ну что, в следующий раз при нашей встрече мы проверим, узнаем, настоящая ли у нас золотая рыбка. Спасибо вам за беседу. Вам спасибо.